Так, ну вот поскольку я тут случилось, что есть возможность Немножко расширить, тем скорее Да, то есть в понедельник я рассказывал про ускорение электробов в режиме пузыря А сегодня я буду говорить о ускорении, так сказать, ну, выше гэм в энергии до терра вольт Искорять будем основном либо ионы протоны, либо с помощью протонов электробов Значит, будет состоять тоже из двух коротких частей Первая часть это по поводу ускорения протонов и ионов в режиме светового паруса То есть когда у нас есть световое давление, которое ускоряет тонкую мишень И вторая часть коротика это по поводу возможного применения протоновых пучков, терных пучков LHC Большого атонного ускорителя для ускорения электронов Вместо того, чтобы ускорить протоны, конвертировать энергию протонов в энергию электронов Уже до террных энергии Значит, достижение террных энергий в лазерном ускорении, оно возможно В принципе, дорога известна, как туда идти Ну, существует, конечно, энергетический просто оценка Когда мы говорим об ускорении до террных энергии Мы должны знать, что тот же один, единственный пучочек LHC в терме Он, в самом деле, имеет энергию несколько мегаджоулей То есть мегаджоулей, например, там взрыв, гранаты То есть это дорога, энергия И создать лазерный пучок с мегаджоулей можно Есть у нас с мегаджоулей лазер, который сейчас начинает стрелять в нишу фассивити в ливер море Есть или будет скоро мегаджоулей пучок во Франции лазерный Но это большие лазеры, которые стреляют один раз в сутки или в час Необходимо еще преодолеть технический порог по увеличению повторяемости этих пучок В общем, это сложно Пока надо создавать такой лазерный пучок Но теория, так сказать, не стоит на месте, теория это не ограничена Вот, посмотрим, что у нас есть Во-первых, я буду говорить о литийских ионах, не электронах, а ионах Поэтому, если говорить о гумитуде лазерного измечения, которое необходимо, чтобы создать ракивистские протоны Вот, амплитуда, это ракивистские, это нормализованный электропотенциал Обычно нормализуется она, естественно, на массу электрона Вот, для того, чтобы протоны стали ракивистскими, этот амплитуда должна быть больше соотношением массы протона или там иона на массу электрона, ну и зависит от того, какой у вас заряд вашего иона Ну и самый легкий, самый легкий ион, это ядрового водорода, протон То есть, эта амплитуда должна быть больше 1800 Соотношение масс там, поля, да, в порядке очень То есть, интенсивность больше 10 в 24-й, 2 на квадратный сантиметр На сегодняшний день мы имеем 10 в 22-й, якобы, ну, утверждается, что такое важное пословие То есть, то 10 в 24-й, еще там два порядка Вот, ожидается, что экстремная инфраструкция и лайк вправе достигнута таких интенсивности Это пиковая или Рублинг-сквер? Это пиковая Но разница между пиковая и Рублинг-сквер, это коэффициент двоечка, да, поэтому Коэффициент двоечка влазит на фейси, когда вы не точно знаете, как выглядит Покальное пятно, ну, так сказать, условно То есть, до пи коэффициент в деле вот такая-то цифра Ну, вот, сначала поговорим об ускорении ионов редактивной интенсивности Значит, лазерный пучок имеет сумасшедшее давление, световое давление То есть, это гигабарит, редактивный интенсивный терабарит И вот это вот световое давление оказывается вначале, естественно, на электроны Электроны смещаются, возникает разделение заряда Возникает электростатическое поле, которое может быть приблизительно равно По крайней мере, поле самого лазера То есть, продольный поле примерно равно поле самого лазера Это происходит на границе реликвидского прозрачности Когда плотность в классном препятствии, например, равна критической, реликвидской критической Лазер, конечно, в этом случае сильно замедляется Он же не бежит там со скоростью света А бежит заметно, медленнее там Как-то, два-три там, медленнее может бежать То есть, гамма-фактор вот не большой Но нам надо ускорить протоны до герна-генеты То есть, тихо, эта скорость тоже не совсем скорость света Да, поэтому можно достичь резонанса Вот есть условия захвата То есть, когда у нас амплитуда волны И, так сказать, умножить на амплитуду волны Амплитуды скорости Там групповой лазерной гиперсифон То есть, частицы начинают генерять волну и ее обгонять Вот так это выглядело в моделировании Это, значит, опубликовано в 2003 году Возьмем килоджоуглый лазерный импульс Здесь и двадцать третьих, скажем так, сфокусировали И вертокированный шельф форга Форга становится, по-факу, амплитуде уже прозрачным Релективиски прозрачным Для лазерного импульса Да, и здесь показано двумерное распределение электронов и йода Разумеется, что лазер толкает электроны Здесь вот, в превышении плотности, в максимум плотности И за ними следуют с небольшим отрывом йоды Есть такой тип конденсатора, который мы создаем Вот этот конденсатор, вот такой вот поле Так вот, ускоряющее поле выглядит Это порядка статарогольмом метра, то есть 2 сантиметра А вот, сечение насильных плотностей И плотность электронов И они тянут за собой йоды И если мы посмотрим на спектр энергетический То вот уже то прохождение там Двадцати метрон, буквально двадцати метрон Урнишеньки Протоны приобретают энергию в нескольких клееров До шести метр, с пиком каким-то, в районе четырех-пяти метров И основная энергия Переходит в этом случае уже не в электроны Как же обычно, при нейрегетическом взаимодействии Или слабо-негрегетическом взаимодействии А уже переходит основная энергия лазера В йоды И он, например, в рассыпании, например, в резонансе Они ускоряются Ну а то, чтобы достичь этого режима Надо еще подождать лай Который там может где-то есть еще развиваться Вот этот лазер был создан А при существующих интенсивностях Возникает, интересно, другой режим Ускорения О котором уже давно, в общем-то, говорилось Сколько лазер существует, сколько им говорят Это режим светового паруса Лайцейл прижима Или пистон прижима У него много, на самом деле, названий То есть у нас есть тоненькая форга С определенной Удельной поверхностной плоткостью Массовой плоткостью Форга неотностаточна для лазера Лазер светит на форгу Давит на нее И светает давление, потом ее ускоряет Вот эта замечательная картынка Такая красивая Диморий Сергейл Вот это Орыгий давал 6 лет назад И это Прослужило особенным таким Импульсом Так что В основном в Азе, поскольку Ему сидит в Японии Да, вот это вот такое азиатское направление Очень любят его китайцы Ну и в Минкопе тоже она проследуется Как их работает этот механизм Видно, что там еще ускоряется Видно, что много всего Сложно, на самом деле, происходит Как я сказал, китайцы в основном Работают над теорией этого механизма Существует очень хорошая, понятная Одномерная теория Значит, в одномерии этот механизм Работает великолепно Вот уже прям в ритуде лазер опять То есть это интенсивность Не богу, есть какая Есть 19-й Кладный квадратный сантиметр Мы берем Там Фольгу Тоненькую Лазер Сдвигает Вот здесь показано схематическое Распределение электронов Лазер Сдвигает сначала легкие электроны Остаются у нас Тяжелые ионы Позади Если мы посмотрим на Ускоряющем поле Вот оно на ион Где-то там сначала Взрастает Да Настягает пика там в хвосте Электронной плотности И потом начинает убывать Ну или перед фольгу Там ничего нет, естественно Ну такое простенькое Качественное Распределение поля И если мы посмотрим Ускорение иона в этом поле То вот Там, где поле падает На котором поле Преагиент отрицательный Вот там есть Устойчивая точка Устойчивая точка Фазовая То есть если мы возьмем Протоны Которые набрали много Энергию Они опередили По льву Они попадают в поле Слабого поля Ускоряются не так эффективно А протоны Которые по какой-то причине Отстали Завыли вот это Их подбрасывает Поле более сильное Да? И в фазовом пространстве Образуется вот такая Замечательная спера Которая видна В чистом модерировании И в результате Все ускоряется В этой устойчивой Фазовой точке Да? Такая автопозировка Производов И протоны Или ионы Получается Совершенно Моноэнергетический спектр И если вы возьмете Более длинный лазер Больше Больше энергии Дольше будет ускоряй Можете ускорять Допроизводные Вообще Так вот Так замечательно Работает этот механизм В одномерии А то есть Одномерно здесь Вот Ничего другого не надо Вот так берешь Ускоряешь То есть Он Пазово-стабильный Но Как только мы Переходим В многомерные Пространства К сожалению Наши пространства Как минимум Мы знаем Про мерные То Во-первых Лазер всегда Сфокусирован То есть Например У него Газо-кауссовское Распределение Прекречной Интенсивности В центре Интенсивность Больше Кубака Меньше И вот Наша замечательная Анонятная Катынька становится Вот Такой Мишень Деформируется Ну Вот здесь Вот Сергей Есть действительно Что-то напоминающее Спираль Это Фазово-пространство Ион Ион Если Надо Деручить Подальше Там Что-то совсем Непомятное А дальше Там Получается Смесь Механизм Каш То есть Вопрос Как нам бороться Скоперными Эффектами С Вытречными Эффектами Так Можно Кликнуть Вот Чтобы Это Заработало Вот Вот Да У вас есть Поле Лазера Показано Здесь Электронная Плотность Вот Мы видим Как фольга Постепенно Изгибается Под Световым давлением Когда Изгиб Достаточно Сильный Видно Раздействие Самого Электрического Поля Не только Цветового давления И в конце Концов Фольга Всегда Разбивается На маленькие кусочки За счет Так называемой Неустойчивости Неустойчивости Тейлора Когда Легкая Жидкость На самом деле Твердая Жидкость Сверху Тяжелую Сверху Очень сложная Картина Все разваливается На самом деле Есть два эффекта Один это то что Фольга Истребляется Между всего За счет Покального Длина И другая Что она Неустойчива То что фольга Истребляется За счет Градиента Интенсивности Ну это можно Как-то Противостоять Можно сделать Импульс Супергауссовским Что на самом деле Перестает быть Супергауссовским Какого Немножко там Распространяется Пространство Поскольку Это не есть А А можно сделать Фольгу С переменной Поверхностной Плотностью Сделать Такой Пупырышек Который Соответствует Лазеру И по нему Стрель Очень любят Сниматься Китайцы Мои Китайцы Очень любят Этим Сниматься Это была Опубликованная В 2003 году Три Китайца Мельчан Гомольд Аспират И Мельчан Замечательные Китайцы Шангар То есть Вот Такое Моделирование Трехмерное И Вот Если Можно Тут Тоже Выпустить Вот Значит Тут Видно Небольшой Пупырышек Это Электроны Это Ионы И Видно Что они Ускоряются Более-менее Как Плоско Но Фольга На самом деле Разбаливается Постепенно За счет Радиаловской Неустойчивости То есть Мы смогли Конпенсировать Неоднородность Интенсивность Неустойчивость Очень-очень Сложно В самом себе А Вот Здесь Сравнивается Моделирование Вот Так Если у нас Есть Более-менее Вырезается Еще Оказывается Что Употребовая Выдержка Фольга становится Прозрачной Для Лазерного Импульса То есть Он Двигает Вообще Все Реклоны Наружу И Вырезается Кусок Фольги Которая Ускоряется А в этом случае Значит Если Флоская Фольга Здесь На самом деле Просто что-то деформирует Да И Спектр Ускоряется До первых В этом случае Вот Более-менее Моноэнергетическим Спектром Можно Придумать Фольгу Которой Плотность просто меняется Нет На самом деле Плотно Поскольку У нас Поверхность Она будет Рассеивать Лазерный Импульс В сторону Это тоже Очень хорошо А вот Если Просто Замодулировать Плотность Например Есть Одно Вещество С маленьким Зарядом Здесь В центре Плоское Чтобы Лазерный Импульс Не Рассеялся В сторону То Это Еще Лучше Получается Плоский Кусок Воги Ускоряется Если Можно Здесь Плоское Решение Плотность Видно В центре Проводу И Пошел Импульс И Довольно Плоско Как плоская Штука Ускоряется Ускоряется Но Со временем Если Подождать И Вот Это Все Становится Тоже Назгусточки Такие Маленькие Разбивается Постепенно И Плоско И Плоско Попадает Ну Вот Эта Проблема Колей-диотовская Неустойчивость С ней Болятся 30 лет В инерциальных Или 40 лет В инерциальных Синтезах Ну и здесь Она присутствует Вот В этом году Буквально там Есяц назад У нас вышла Статья Вместе Тон Куйюин Придумал Генышевиц Помог написать Аналитически Можно взять Фольгу Которая состоит Не из одного типа Иона А из месер Ну то есть Обычную там Полиэтиленовую фольгу Сеять в коробку Которая есть Углерод И водород В равных Количеству Которых Да И вот Если выстрелить По такой фольги Где есть ударовы Легкие Есть тяжелые Ионы Легкие Вот Оказывается Что под давлением Значит у нас Огромное давление Огромное ускорение От фольги И За Несколько Эфемтосекунд Происходит Полный Раздвигательный Центрифуга Легкий Водород Всплывает Он Оказывается Впереди На фронте А за ним Тяжелый Углерод Остается И Лезерный импульс Взаимодействует Фактически Со слоем углерода Ну там У него Большая Буфер Между Ускоренными Протонами И Лазерным Инкульсом Видно А здесь Четкая Граница Между Водородом И углеродом Если Посмотреть На Углерод У него Действительно Очень Очень Четкая Граница И Спектр Водорода Он Размазался В пространстве Но Протоны Ускоряются Как Тонкий Слой Безо Всякого Безо Всякой Неустойчивости И Остается Там До Длительного Можно Здесь Это Водород Это Углерод Это Электроны И Вот У нас Электрончики Вот Видно Что Углерод Сразу Там Образуется Замечательно Таким Слоем Тоненьким Слоем И Ограничивает У нас Передний Фронт Расширяющий Облако Углерода Водород Сидит На фронте Углерода Интересная Штука Водород Вот Это Трогребное Термоделирование Где мы видим Тоненьким Свое Водород Ну Вы тут Вот Видите Вкратце Полной Вкратце Как мы понимаем Что У нас есть Два Случаи Один чисто Водородное Мишень И тогда У нас есть Рейтелл Неустойчивость Которая Разбивает По любому Кусочке У нас есть Случаи Когда Мишень Так сказать Слоистая Впереди Водород Впереди У нас Есть Легкая Фотомная Жидкость Которая Давит Углерод Полностью Неустойчив А тем Углерод Тяжелый Давит На более Легкую Водород Здесь Поверхность Она устойчива Там нет Ну и поскольку Углерод расширяется Неустойчивость Которая Может прорасти Внутрь Она растет Медленнее Чем Неустойчивость Никогда Не доходит До устойчивой Гранницы И одно Здесь Какие-то простые формы Он написан Как это Мы все Понимаем Вот Этот механизм Цветового Он такой Достаточно Интересный Разначный И Тем не менее Какие-то Подводные Камни На которых Мы Работаем И его Интересно Применение Для этих Говорят Что мы Будем применять Для терапии Рака Да Катронной терапии Рака Поскольку Если мы Ускорили Йоны Ионы Там где-то Опасовали Вещества У них Есть так называемый Проект ПИК То есть Можно четко Вырезать Опухоль Например Не опирать В области Мозг Ну Это Светлое Будущее Конечно Такой Лазер Каким У нас сейчас Есть Никакой Центр Но В принципе Развивать его Интересно По поводу Ускорения Ротонов Ну Была теория А вот На ИПСе Я как раз Слышал доклад Мандерсерфа Из Квинский Университета Который Делал Эксперимент На астре В лезерфорде Вот примерно Питатив интенсивности Там есть 20 ватт квадратный Сантиметр И Здесь у него Показаны спектры Ротонов И Умерло Он стрелял Правда Не по Полиэтиленовой Фольде А по Очень Специфической Фольде Он стрелял По Алмазу Подобному Углероду То есть Это такой Материал Где Углерод Становится Фактически Дурмером То есть Это пленка Состоящая Из одного Или нескольких Молекулярных Слоев Атомных Слоев Предельно Тонкая Тонщина Не бывает Один Атомный Слой Но Очень устойчиво Поскольку Алмазоподобную Структуру Углерод С Этими Пленками Очень интересно Работать Они устойчивы Можно Мопочки Посылать Несмотря на то Что Углерод 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 Вы Мечаете Любой На ней Садится Всякая Грязь У вас Есть Масковный Насос Поэтому Всегда Присутствует Водород Экологические Соединения Атомы То Спектр Углерода Кончается Именно Там Где у нас Пик Водорода То есть По ко всему Метод Когда Есть Расширяющийся Углерод И На фронте Расширяющийся Углерода Сидит Водород Ясно Что Наиболее Энергетические частицы Углерода Будут Именно Эту самую Скорость Как И Почти Весь Квадород Это Вот Видно В этом Эксперименте Было Должно В июне Этого Если У меня Еще Немножко Время То Может Я Расскажу Про Другой В В В В В В В В В Есть у нас уже сотрудничество с ЦЕРМ, в принципе существует уже даже канал там в ЦЕРМ, который в ближайшем будущем должен освободиться. ЦЕРМОДЕЙСТВА также у нас в Новосибирском идёт. И здесь мы рассматриваем настроение до ТЭРМ энергии, в принципе, в перспективе. Значит, есть уже лазера мощного такого, но такого мощного не будет. И у нас будет плазма. И вот волна в плазме создаётся кучком частиц. Проще всего, когда у вас есть отрицательно заряженный кучок частиц, электроны, эти эксперименты были вот перед закрытием СЛАКа в СЛАКе, это последний был эксперимент СЛАК, когда удвоили в плазме энергию электронов. Если мы берём релективистский электронный кучок, то у релективистского электронного кучка нет продольного поля, у него есть поперечное поле за счёт релективизма. И вот это поперечное электрическое поле расталкивает электронной плазмы и создаёт плазмальную волну. А у жилопластной волны есть продольное поле, которое можно использовать для ускорения. Есть замечательная формула, какую амплитуду у нас это, так сказать, элеватор для волны. Показано, что механизм работает в этих экспериментах. Имеет большое преимущество, что мы умеем ускорять электроны, с большой энергетической эффективностью от розетки, в отличие от власти до сих пор. У этого механизма есть очень большой недостаток. Небольшой недостаток это так называемый Transformer Ratio. Поле, которое заведляет электронный кучок, оно по порядку величины. То же самое, что и поле, которое ускоряет нагрузку. Поэтому за один проход можно набрать энергии там не намного больше, или скорее меньше, чем начальная энергия правильная. Для того, чтобы ускорить нагрузку до ТЭРу, надо уже иметь какой-то ТЭРный кучок. Вначале. Или делать... Галетов будет не этим, сколько лет. Вы ведь прошли, сделали вам эту волну, и потом что-то там будет ускоряться. Ну, они не прошли, да. То есть вот весь драйвер, а вот уже прямо в мосте за ним сидит, на самом деле. Те кого-то. Те кого-то. Долго ждать не могут, пока оно там насосится. Поэтому вот такая идея. Но тут либо надо делать несколько стадий, много-много стадий ускорения, что технически чрезвычайно сложно, либо надо над чем-то думать. А вот есть такой вот фундаментальный трансформер рейшн. Значит, наиболее успешным на сегодняшний день режимом ускорения, опять же, является балл. Вот он там называется немножко иначе, называется low-out режим. То есть, когда у нас каверна создается не лазер, а отрицательно заряженным пучком, то он называется low-out режим. А он имеет немножко другую форму, вот такой вот, типа вот, бутоночка. Вот в самом-самом хвосте у него там есть не это усиление поля, которое может быть несколько раз выше поля в голове, поэтому трансформер рейшн для него, он лучше. Он не двойка максимальная, а он там может десятку сделать, в принципе, теоретически. Буквально из других литров, он такой обыск очень маленький. И этот режим, например, вот и хорошо для отрицательно заряженного драйвера. Теперь, какова ситуация? У нас нет отрицательно заряженного террородного драйвера. То есть, если мы хотим ускорить до электронного тема, нам уже нужен какой-то террородный драйвер. Вот по причине этого трансформер рейшн. Но у нас есть террородные протоны. Есть они в ферме лады, есть они в церме. Сталкиваясь с протоном, мы знаем, это Аш. Много чего там летит. Интересно, конечно, копаться. Получить, скажем, можно увидеть, что х способен есть, или его нет, или что-то другое есть, но точно оценить его параметры будет очень сложно. Поэтому, конечно, мечта — это ускорить электроны. Поскольку на сегодняшний день мечта — это точечные частицы, действительно, да? не имеют внутренних факторов. Или факторов ещё. И уже стал. Поэтому имеет смысл, имея террородные протоны, а мы знаем, как их ускорять кольца, вот превратить эти терры из протонов в электроны. Было бы интересно. Но протоны имеют особенность — они положительно заряжены. То есть они не могут ничего «блоуау». Они не делают «блоуау», они делают «сак-кин». Всасывают, на самом деле, электроны с боков, и это всё ещё осложняет. То есть у нас режим «сак-кин». Преимущество то, что у нас, в принципе, можно электрически эффективно ускорять протоны. Это стабильный режим, да? У нас есть эти терры, в принципе, по энергиям. Проблема в том, что для того, чтобы создать хорошую плазмополнову, размер, длительность этого протона выброса, она ещё короткая. То есть его надо ещё как-то научиться сжимать. Но если мы вспомним ситуацию 10 лет назад, то электронные бочки были очень близкие. И тогда, когда говорили о электронных бочках 10 кс, все сменялись. Да? Сегодня эти 10 кс или меньше кс электронных бочки, это нормально. Неужели есть? Мы учились их сжимать там в чиганы. Поэтому вопрос, как их продолжать. Ну вот в прошлом году, в речи физикса, мы тут опубликовали. Кстати, как мы видим, как эти действия у нас есть короткие. То есть мы научились сжимать протонный бучок. Как он будет создавать плазмополнову? Оказывается, что механизм почти тот же самый. Только в этом бауле надо... Этот протонный бучок будет сидеть не в самой голове, а в самой голове, вот здесь вот между двумя баулами. То есть в другой фазе плазмополновения. Она, к сожалению, еще короче, чем баула. Баула широкая, в фазах, где электронная плотность максимальная. Он еще короче, поэтому еще сложнее. Еще надо лучше сжимать протонный бучок. Но тем не менее, баула даже протонный бучок пососать можно, не винизм в баллонную плазмополновение. Вот так это выглядит в чистом моделировании. Вот здесь вот сидит у нас протонный бучок. Вот видно, что тут максимальная электронная плотность, фоновая плотность. Потом сзади есть понижение разряжения, бабло практически. И есть нагрузочка, вот этот вот сигнальный бучок, который можно сразу сделать так, что поле у него будет более-менее однородное. И его можно ускорять до больших энергий. Значит, здесь мы можем ускорить до полтелла приблизительно. Чисто. Чисто, естественно. Расстояние в 400 метров. Вот 400 метров было промоделировано. И посмотрели, можно, если будет, сделать такое ускорение. Если у нас есть короткие плазмы или протонный бучок, то есть, в принципе, задача решаема. Но проблема в том, что у нас есть только длинные протонные бучки. То есть, если мы возьмём СПС-кучок в цельный, он там 20 сантиметров. Вместо микроатур 20 сантиметров. И спроси, а что если метр вам плазма это может? 400 метров плазма. Такой может быть? Несколько. Ну, это отдельный вопрос, да, как это создать. Но теоретически. То есть, в слайде это была плазма в метр. Напрямую вот этот, можно, механизм, когда она создаётся, там, до 10 метров. Раз шире. Как делать больше? Потому что есть тоже соображение, как это сделать больше. То есть, она создаётся, добьётся газ. Просто обычный газ. И пускается в лазерный пучок, который его мгновенно и лизит. В того смысле, с пазмом. А вам не надо, чтобы она там вечно была. Чтобы, вот, на время этого пучка, там, несколько, три секунды, чтобы она существовала. А сколько вы эти электроны захватываете? Столько же сколько протонов? Или как? Приблизительно, да. Столько же сколько протонов. Не захватываем их надо инжектировать. Правильно. Ускоряется. Ускоряется. Сколько же электронов? Сколько же электронов? Ну, примерно, да, там, третий где-то получается. То есть, непорядок личный. То есть, у вас КПД какой-то должен быть, от суммешивать. Энергия протонов, конечно, падает. Потому что, прежде чем, как всё там, они умерли. Чтобы всё ещё продолжало действие. Почему вам такая тренингерплата, если есть метр? Что? Ну, почему там, 4 метра существующие не хватает? У нас есть какой-то градиент. Да. Можно сделать и на 4 метрах. Но при этом придётся сжимать протоновый пучок не в 100 метров, а уже там в 5 метров. Да? То есть, чем лучше мы его сможем сжать, тем короче плазма. То есть, вот определяется сжатие. Чем короче пучок, тем большую плотность плазма можно создать. Да? У него есть плазмная волна, там. Вы берёте более плазмная частота, плазмный период. И ваш пучок и протоны должны быть короче этого плазма. Чем больше плотность, тем больше устаряющий поле. Это ясно. То есть, всё определяется, как мы сумеем сжать этот протоновый пучок. Можно и не на 4-4 метра, а на 30 метров. Вот. Вопрос. У нас есть сейчас длинные пучки. Что с ними делать? Что ж, так пока научимся сжимать. Да? Ну, лучше всего, конечно, научиться сжимать, конечно. Идеально. Но ситуация сейчас примерно такая, как была с лазерами, там, 30 лет тому назад, когда Таджима Долсенс, который, берём лазерами с корями, да? Были тоже только длинные пучки. Тоже не было коробки, не было сейчас игреей. Никто про это не слышал. И единственное решение, это, в общем, режим самомодуляции для лазера. То есть, берём длинный драйвер. Пишем для него уравнение. Берём подплик плазмы. Это радиус . Таджима Долсенс. Это его элитен, снова говоря. Вот это, кто там динфронирует, кто в пространстве. Это плазменный подплик. И вот плазменный подплик, он нелокальный. Если его расписать, оказывается, что там есть неустойчивость. Ну, его плазмит собственная частота. И вот эта собственная частота, у неё есть обратная связь на кучок. Кучок начинает самоводулироваться. Волна нарастает экспоненциально, нелинейно. В конце концов, можно, вот этот, весной вышел тоже наш передал, где была оценена неустойчивость вот этой самоводуляции. Не знаю, по какой причине все удивляются, почему не было аналитической работы по самоводуляции длинных пучков плазмы. То есть, может, она где-то была, в боевре, но никогда не была в открытой литературе. Мы не нашли. Никто нам не смог показать. Ну, можно оценить. Гамма – это краудфлей. Этот, как бы, станом растёт. Да? Растёт там. Состояние Пси от головы импульса в хвосте будет максимально набираться. И, там, по времени, по пространству. Вот так вот это выглядит. Если плечок пустить в лазму, голова у него будет нефронировать, естественно. И за счёт имитанса она будет просто лететь под углом. А хвост начнёт вот так вот сам моделироваться и к жене нефронировать. Он ещё там сам в себе фокусируется, подфокусируется. Ну, тут вот было моделирование для пресс-пучка офицерной. У него там всего 24 евро всего лишь. То, что там, может быть, дадут. Видно, как пучок в начале каосовости разбивается вот на такие вот сегменты. Ну, а то есть, сам модулированная модуляция есть. Есть в порядке, я не знаю, там, 50 таких пучок маленьких бимлетов. Неустойчивость работает. То есть, механизм работает, есть поле ускоряющие. Но, к сожалению, кроме сам модуляции есть ещё так называемый хоузик, шланговарий. Или как это у нас называется? Шланговая неустойчивость. То есть, центральный пучок ещё начинает там, может, бегать из страны. Ещё одна неустойчивость, да, которая конкурирует с сам модуляцией. И, к сожалению, они параметрически очень близки между собой. И сам модуляцией, и вот шланговарий. Да? Ну, это опять же всё решаемо. Проблема, как его есть, исключить. Можно одну модуляцию, например, сам модуляцией, и вот по серии. То есть, затравочку пустить. Да, и затравочка делается так, что у нас вместо каосовского пучка я берём пучок, у которого есть резкий фронт на Земле. Этот резкий фронт делает затравку, то есть обрезок, обрубит. А пучок вначале. Ну, вот если сравнить, то видно вот этот, значит, белосовский пучок. Видно, какая-то элцентроид глуждает дико. А вот если у него голова была оправлена, у нас всё совершенно замечательно. Вот симметричная такая, диагнозимметричная волна возникает. То есть, в принципе, эта проблема решаема. Вот сравнение, значит, эльбаторной волны для вот эльбацевского пучка. Вот она там за счёт блуждания центроида не совсем фазика, поэтому её амплитуда где-то насвещается на низком уровне. А если возьмём обрезанный пучок, вот она линейно растёт, у нас полный резонанс, да, ну, потом такой-то до нелинейного насвещения. Тут просто пучок кончается. Ну, то есть можно создать такую волну, конечно, она не идеальная, поскольку это всё-таки всё основано на неустойчивости на плазме, но вот отсутствием коротких драйверов это то, с чем мы, скорее всего, вначале будем работать. Ну, сущность я подхожу к концу. Итак, до сегодняшнего дня у нас есть торобольные пучки, протонные, которые могут быть использованы для искорения электронов. Там пучки длинные, поэтому, скорее всего, мы будем работать вначале в режиме самомодуляции. Видно, что для СПС кучка, которые нам могут предоставить, мы сможем достичь где-то нескольких геп, можно нести геп ускорения не так много, но по крайней мере с чего-то надо вначале. И дорожные будут методы, конечно, надо разговаривать, как сжать. Какие-то чеканы там поставят, что это, как их сжимать. Ну, вот то, что я хотел сказать о перспективе ускорения плазмы на ближайшее время, над чем я работаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Можем вопрос? Немножечко. Слово вот о чем. Много лет назад лекцию, вам имя, предложил способ коллективного ускорения. Коллективное ускорение в его интерпретации заключалось в том, что гучок электронов, хранительной высокой энергии, на галлютинске, когда ускоряет протонную гучу. И даже было создано подразделение в лаборатории физики высокой энергии, которое занималось этим методом ускорения. Что вам бы не будет известно, про вот этот способ ускорения, не лазерным ручком, а просто ускоритель электронов, но используется для обскорения протона. Значит, методов огромное количество. То есть это была одна из пионерских аналогов. На сегодняшний день наиболее перспективными рассматривается, это, конечно, клик. Если вы знаете, да, такой механизм. Тогда у вас есть вейкфилд, но уже не в плазме, а в нелепре. То есть тут вопрос как конкретичное поле электрического пучка все-таки эффективно, но не более эффективно преобразовать в продольное поле ускоряющего. На сегодняшний день это клик очень активно рассматривается, но у них тоже свои проблемы есть. А так, если у вас есть, например, качественный электронный пучок и оттуда пучок с плохим имитансом, ну, можно электронами отводить протоны, вот так вот использовать. Подходы огромные. Отводить, но не ускорить. Ну, не ускорить, да. Ускорить, вот я не знаю, что, например, потому что, ну, надо посмотреть точно. В напрямую, то есть без посредников. Идея была очень красивая. Электронный пучок, имеющий электрическую скорость, увлекает собой протонов, придает им тоже скорость от той же электрическую. Да, ну, Александр, посмотри, как делать. Ну, поскольку это электрические пучки и иные, которые, ну, отводят. Да, это не так просто сделать. Мне кажется, то, о чем Таня Моисеевич говорит, это потом в Новосибирске развивалось, у будущего, да, и там как раз вот из этих попыток при помощи влияния электронов на протоны ускорять и фокусировать точки выросла теория неустойчивости, которую Чириков развивал, что очень сильно. Вот, ну, в каком сейчас это состоянии находится? Вот еще хотел спросить, о чем? Здесь, вероятно, в первой части того, что вы рассказали. Значит, вот есть несколько способов оптимизировать ускорение протонов. В другом случае, шипирование, 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 и так далее. Вот те спектры, квазимоноэнергетические, которые вы показываете. Но они все-таки еще далеки, вот, моноэнергетические. Да? А есть какая-то перспектива, вот вы можете сказать, что нужно сделать, в смысле интенсивности лазера, или умение фокусировать его, или умение приготовить его, в отношении, чтобы все-таки получить протонные пучки такого качества, как и делают плоскоиды. Ну, знал бы, при этом, живут сочи, да? Понятно. Вот, неизвестный. То есть, в одновременно оно работает. Ну, я понимаю. А в реальной жизни оно становится все более и более сложно. Но все-таки есть ощущение того, что это можно будет сделать какой-то воздействительным? Ощущение, я не знаю, не было бы ощущения, что из перспективы не занимались бы, да? Наверное. Да. Вот она, да. Вот правильно. Еще можно говорить? Да. Вы заикнулись и сказали, что вот такой механизм может позволить взаимодействовать с нашим шучком, может позволить разделять изготовку. Ну, вот мы видим, что она не там разделяется. Да. А до какого заряда это может быть? Знаете, можно разделять изготовку. Просто так. Ну, мы не будем говорить про это, где-то говорим про это, да? Я сейчас не хочу. Мы рассматривали задачу несколько в другую сторону. Мы рассматривали ускорение релятивистской оболочки среди космических систем. Вот это вот нас тоже очень удивило, почему? Наверняка вот этот тот механизм он где-то наблюдал. Сейчас. Вот я расскажу. Мы вот работали с мета уравнением Власова трехумерное совместно с сравнением Максвелла. Ну, там примерно 10 миллионов частиц, крупных частиц и так далее. И мы, в общем-то, получили такой результат, что развивает на самом деле плазменные неустойчивости. Вот такие но у нас гамма-фактор для протона был 250 достаточно. Вот теперь Аркадий Дмисевич когда у вас электроны релятивистские, еще не значит, что у вас протоны будут релятивистские. У них разные массы. Ну, это просто замечание такое. Вот. И в конце концов мы пришли к такому выводу, что то есть результат такой получили, что у нас через некоторое время устанавливается такое эпипартии, что начальная энергия сидела в протонах, потом половина энергии одна треть в протонах, одна треть в электронах, одна треть в электронах, в этом электромагнитном поле. И оказалось, что эти результаты через все они чувствительны к граничным слоем для вот поэтому в ваших честных экспериментах вы показывали. Я же не стал спрашивать, помешая. Очень важны, конечно, граничные условия. Потому что граничные условия могут сами проводить появление новых типов неустойчивости и геометрии развития этих неустойчивостей. Да. Вот всегда, когда мы работаем с числем метода, надо быть всегда чрезвычайно осторожен. Ну, если вас интересует, я могу показать. Да, да, да. Ну, в данном случае мы уверены, что там все чисто в отношении чистого метода. То есть, граничные условия устроены так, что у нас не возникает каких-то фантомных полей больших. А какие? Они граничные условия свободные, периодические, отражающие. Они свободные. То есть, частицы убираются и пора поглощать себя. Свободные очень плохо. То есть, через свободное количество будет происходить возлучение снаряда. Ну, просто так. Очень аккуратно. Я предлагаю время. Мы выходим на времени. Спасибо большое. Все. Аплодисменты по сравнению с тем, что можно реально получить на эксперименте. И они сказали, ну, это зачем выписывать эти шлемеры, поскольку они все равно не играют, но написали только первое слаганное. Дальше, Лингер вычислил вот такую вот величину. Вот, в нем есть часть пункта квадрата. И смысл этой величины состоит в том, что это есть вероятность того, что вакуум остается в вакууме в объеме В, и за время вероятность того, что вакуум остается вакуумом. Кстати, вот связал вот эту величину с меньшей частью функции Лакранжа Фейнман. Есть такая маленькая книжечка квантовая динамика Фейнмана. Она у нас переведена на русский язык. И там есть приложение. И Фейнман просто все написал, как надо все принимать, но не делал никаких вычислений. Он не формул не получал, а просто схему набросал и, как говорится, сделал это изумительно правильно и красиво. Так вот, значит, Шлингер сказал, что то, что стоит в экспоненте вот этого величина из объема и времени, это убойная мимая часть, это есть вероятность рождения пары. Вот он прямо так написал свои статьи, и все люди вперед за ним это повторяют. На самом деле, значит, давайте посмотрим, когда это так. Вот я написал эти соотношения, можно сказать, соотношения унитарности. Либо вакуум остается вакуум, либо родилось какое-то количество пар. Не одна пара, а много пар. Не известно сколько. Просто родились пары. Тогда в сумме, естественно, мы получим либо то, либо другое, единицы. Тогда для вероятности рождения пар мы получаем вот такую вот формулу. И если это экспонент маленькая, то тогда ее можно разложить, и для вероятности рождения пар получается вот такая вещь. Разделите теперь на объем и время, и вы получаете вероятность того, что пара родились, и она в точности равняется мимой части. Но это только в том случае, если это причина маленькая. поле слабое. И вот после этого была написана вот здесь вот эта формула. Хотя, очевидно совершенно, что если причина маленькая, то поле слабое. И вот эти выписывания сладаний здесь больше единиц, это просто превышение точности. Надо выкинуть, и на самом деле переписать это вот так. Тогда вероятность рождения пары следует записывать вот таким вот образом. А вот физически смысл по праву следует 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 что такое? Физический смысл по праву, а значит, понимаете, значит, это есть представление некой функции, которая называется би-логарифм Мутейера. Я не думаю, что можно придать физический смысл даже первому слогану. Сейчас я просто покажу, что на самом деле сравнение одной пары или там другой пары совсем другим формулы описывается. Совсем другим формулы нет, 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 совсем другим формулы описывается. Это не есть вероятность рождения пар, но ее только так можно на самом деле записывать. Вот. Ну, давайте посмотрим, значит, как на самом деле надо забрать. Швингер посчитал некую интегральную характеристику. Вероятность рождения того, что вакуум останется вакуумом. А как посчитать вероятность рождения одной пары, как посчитать распределение по импульсам и так далее. Ну вот, в свое время мы с Никишовым решили задачу таким образом. Значит, есть у вас бедный потенциал для электричества поля, записали у вас такую калибровку. И очень тяжело было, как говорится, понять, придать смысл решениям соответствующего уравнения, или там Дерако, или Кляния Гормина. Потому что нет положительных частотных или отрицательно частотных решений. Поэтому спрашивайте, как поле поддавать не очень понятно. Значит, тогда было предложено взять вот такой потенциал. В таком потенциале оба это уравнения Дерако, Кляния Гормина решаются хорошо. Значит, вот сам потенциал, вот само поле в области, где от него немного меньше единицы, то поле фактически совпадает с постоянным электрическим полем. Но это поле на плюс и на минус бесконечности поле выключается, и там можно хорошо понять, что из себя представляется отличие решения. Значит, оказывается, существует два набора решений. Вот один набор решений, он такой, что на минус бесконечности по времени, на минус бесконечности по времени на минус бесконечности по времени когда поле поработало, или что-то такое родилось, появляется примесь другой частоты. Ну, соответственно, либо, значит, положить, то есть это нет определенного знака частоты, и поэтому это как частичное решение интерпретирования как нельзя. Значит, Пси-плюс это как и частица на минус бесконечности, а Пси-минус, вот если мы, это амфи-частица на минус бесконечности. боголюбские соотношения между этими функциями. я не выписываю здесь боголюбских соотношений, сейчас немножко по-другому будет построено. Значит, можно построить с этими решениями и функцию Грина. Фейнс, свою функцию Грина, причинную функцию Грина, записать ее, например, в том виде, в каком Фейнс он ее записывал. Вот через эти решения функция Грина записывается вот таким образом, здесь появляется из-за того, что вот эти функции и эта функция к разным наборам принадлежат. Значит, здесь появляется некий фактор, который определяется из этого соотношения. То есть, это Фейненское представление и Фейненское причины функции Грина. Если функция Грина есть, то я могу написать матричный элемент матричный элемент рождения пары, то есть, вот такая вот диаграмма, и решение явный вид есть, и, соответственно, вот эти вот матричные элементы считаются. он считается так для случая поля тангенс, то есть, для отключающегося на минус, на плюс, по времени поля, так и, вообще говоря, не постоянного поля, но постоянное поле чуть похоже. Но что характерно для вот этого матричного элемента? когда я считаю, можно легко увидеть следующее, что вот если вы смотрите решение то есть, рождение частицы с неким ПЗ, оказывается, от вот этого ПЗ, то есть, от продольного импульса матричный элемент вообще не зависит. Вообще не зависит. но основной вклад основной вклад манглитуды дает точка Т0, равная минус ПЗ на Е0. Это и есть классическая точка поворота для электронов в южных филейтров. Вот это траектория электронов в южных филейтров в туалетическом поле вот эта самая точка Т0 это траектория загруза с задным ПЗ нарисованным. А-а! Плоскость ТЗ. И вот оказывается, что частица рождается в предыдущих к классической точке поворота, но это как бы было понятно. Но из этого обороны просто аналитически можно получить, область, которая дает реальный вклад, она имеет вот такую вот ширину, и тогда можно говорить о длине формирования, ну и, соответственно, о времени формирования этого процесса, обмени поля, на каких временах, вблизи какой точки это происходит. Вот здесь написано все это вражае, что есть картоновскую длину, которая, как все знания, имеет 4 на 10 на 11 сантиметров. Значит, теперь ответ, я напоминаю, что н – это набор панковых чисел, у нас в нашем случае трехимпульс, и, естественно, я говорю о спинограммах частиц, это поляризация. Вот, и вот ответ, это уже предель, альфа или а, там, стремящиеся к нулю, это для случаев постоянного поля. Кстати, сказать, вот давайте я вернусь чуть назад и скажу, вот что, вот когда мы смотрим поля вот такой вот, вот такой вот, то вдруг там решение, точное решение, я здесь не стал приводить, что это гипергеометрические функции, там, сложные, там, все это, на плюс они меняются бесконечно, они имеют вот такую вот асиндетику. И вот так вот себя ведут. А если посмотреть на решение просто в электрическом поле, то интересно, что это там, конечно, что это тоже есть, точно, и все это знают. Вот с одним потенциалом решения представлять себе функции параболюсского цилиндра, они нигде не превращаются в плоские волны, потому что поле нигде не отключается, но на самом деле решение устроено таким образом, что на плюс бесконечный они имеют бит, просто Е в степени плюс-минус ИС, где ИС есть классические действия, потому что пары рождаются вблизи классической точки поворота, а если мы далеко ушли, то там, как говорится, никаких пар с данным буквально нечистым не рождается, и поэтому решение есть просто Е в степени плюс-минус ИС, и поэтому та же самая классификация и работает. Вот эти результаты для, уже в пределе постоянного поля, когда пара умеется, можно получать либо из решений, значит, из вычислений, проделанных для поля в виде тангенса, либо непосредственно по постоянному электрическому полю ответ один итоги. Ответ один итоги. А ответ для вероятности рождения пара вот такой вот. Это какая вероятность рождения пара? Относительная вероятность рождения пара. То есть, значит, всегда, когда вы считаете амплитуду перехода, у вас всегда стоит там, вы ее делите на, вероятность того, что вам осталось в ваку. Он либо единицы, либо, как говорится, просто чисто фазовые множные добавляет, это совершенно несущественно, когда у вас пара не рождается. Когда пара рождается, то, как говорится, его нужно обязательно учитывать. И вот поскольку файмский техник, вы уже разделили на эту причину, да, то вы получили относительную вероятность. Чтобы получить абсолютную, надо умножить на вероятность перехода в амплитуду. И поэтому отличаются относительные вероятности и, значит, абсолютные. Вот эта вот относительная вероятность, она имеет вот такой вот вид. Она имеет вот такой вид, где лямбли, если м квадрат плюс поперечный импульс в квадрате на ельке, от продольного импульса вообще не зависит. Вообще не зависит. Ну, а для того, чтобы абсолютную вероятность посчитать, надо умножить вот на эту величину, которая есть вероятность того, что не родится пара с данным банковым числом. С данным банковым числом. Тогда вам просто вот эту величину очень легко определить, потому что есть опять и соотношение нитарности, вот принцип Пауэль работает, ничего другого. Либо пара не родилась, либо она родилась. Вот эти абсолютные вероятности суммы должны дать единицу. Отсюда вы получаете для вероятности того, что в состоянии с данным банковым числом не рождается пар, вот такую вот вероятность. А, соответственно, для вероятности рождения пар с банковым числом вот такую величину. Такая простая экспонента, очень простой ответ. И вообще мне это вроде бы не похоже совсем на то, что получено Швингером. Хотя экспонента, она вот и есть этот экспонент. Ну, кстати сказать, я, как говорится, здесь, при вашем случае, только Фермионов. На самом деле, все это проделано не для Базонов. И, как говорится, все получается в соответствии с тем, что Фанин написал. То есть, как говорится, там уже немножко другие. Кстати, интересно, вот некоторые люди говорят, ну, смотрите, это же, так сказать, распределение, как шерезное распределение, вот это вот, да? Это вот, это Боза-спектр. Почему Боза, когда пара рождается электрон-позитрон? Для этих самых, для Базонов получается Ферми-спектр. Здесь плюс стоит просто. Причем, в полном соответствии, я говорю, с тем, что Ферми-спектр или А. А пара двух Азонов чего? Это мёртв? Ну, вот. Поэтому это, несмотря на такую похожесть, несмотря на такую похожесть, Боза и Ферми-распределение, это мёртв. Ну, вот, тем не менее, для пары Базонов получается плюс Ферми-спектр. Вот так. Значит, а теперь вот давайте посчитаем вероятность того, что, значит, вакуум останется вакуумом, например. Как надо её посчитать? Да надо просто во всех состояниях перемножить. Все вероятности, маленькие вот эти цели. И удобнее же писать это вот таким вот образом. А вот эта сумма понимается каким образом? Ну, сумма по всем квадратным числам. Это сумма по традиционному импульсу. И интеграл B на D3B на 0,2,3,2. Значит, я напоминаю, что как интегрирование берётся? Ясно, что по перечному импульсу у вас интеграл элементарно вычисляется? Вы просто можете его в табличках найти. Остаётся интегрирование по протонному импульсу, который пустое и, так сказать, расходится. Но мы вспоминаем, что B3 связан со временем наблюдения к этому пустое и E на T. Поэтому, фактически, интегрирование, как говорится, по ПЗ, это интегрирование по времени. И, соответственно, вы заменяете этот интеграл, как говорится, на конечное время, если вы ограничили определенное поведение. И в результате получается вот такой ответ, вот такой вот ответ, который просто-напросто в точности совпадает. То есть это вот если поставить в экспонент, то вы воспроизводите швингеровский результат один к одному. Швингеровский результат воспроизводится один к одному. Вот это есть интегральная характеристика, а здесь была характеристика дифференциальная. В полном соответствии с тем, как надо было. А я бы даже этот поперечный импульс, я бы ему проинтегрировал. Я бы ему проинтегрировал. Словно и дело, что, как говорится, та формула, которая ген вермополучна, это, как говорится, ну, вот это вероятность того, чтобы что-то родилось с любыми импульсами. Одна пара, две пары, три пары. Это не важно, с ума. Сейчас я поподробнее, я только сейчас скажу. Значит, вот вероятность одной пары, чтобы-то считать, что такое. Ну, это вероятность, вот, это абсолютная вероятность того, чтобы в состоянии n пара родилась, а во всех остальных пары не родились. Вот так вы считаете. И после этого я поэт суммирую. Значит, не трудно сообразить, что вероятность рождения одной пары выглядит вот таким образом. Вероятность рождения двух пар переписывается вот таким образом. Ну, одна вторая, это понятно почему, да? То есть, можно было написать одну вторую, написать там n больше m4, как обычно. Значит, вот получается у вас вероятность того, что, ну, вот я здесь написал m4 больше m, но можно было написать одна вторая m4. Ну, и то же самое для трёх пар, это всё очень легко. Тогда вы берёте и, вот, например, такую сумму составляете, и что вы должны получить? Единицу. Вот, вы её и получаете. Так и должно быть. То есть, это ещё раз, если вы помните, я там писал cv плюс p равна из трёх пари. p, это где есть p1 плюс p2 и так далее. То есть, это вероятность того, что родится либо одна пара, либо две пара, либо три пара. Вот, полная эта вероятность. Причём, слювы проинтегрирована по всем кванатам числа. То есть, это, как бы, разъясняет смысл того, что такое, и что такое, вот, как Фишкинкель сказал, что вероятность рождения пара. Правда, естественно, следующее, что, когда поле очень слабое, то вероятность рождения двух пар меньше, чем вероятность одной пара. Поэтому можно сказать, что там есть вероятность рождения одной пары, но только в пределе слабого спорта. Вот. А вот среднее число частиц. Считайте, это среднее число. Вот оно, в выражении написано. Это 200 единиц плюс вероятность рождения одной пары, плюс двойка, вероятность рождения двух пар и так далее. Ну, так это же можно всё просуммировать. Вы это суммироваете и получаете вот такой ответ. Точно таким же способом интегрируете, как я объяснил, по всем квадратным типам, у вас получается вот такая формула замечательная. Обращаю ваше внимание, что никакой суммы по N или по K здесь нет. Её нет. Вот очень многие люди делают очень серьёзную ошибку. Они говорят, говорят о среднем числе пар и выписывают вот шлингеровскую формулу, которая там... Естественно, как раз может и у вас так кажется, что это называется. Да, всем кажется, но надо, как бы, на самом деле. Я поэтому и говорю, что это методическая лекция, и я просто... То есть, но скольчески пробовал Гейденберг и Эллера, определенная на ВТ, да? Вот, понимаете, да, это случайным образом, таким образом происходит, потому что, оказывается, работает для того, чтобы получить среднее число пар, надо просто оставить только первое слагаемое и больше ничего. Но я тут ещё раз повторяю. У Гейденберга и Эллера это была приближённая формула, они выкинули это всё. А вот эта формула точная. То есть здесь нигде, ничем не пронебрегалось. Никакой суммы здесь, на самом деле, нет. Ну, дальше я просто хочу сказать... Да, вот играется равнение одной пары. Вот я её мечтил просто. Убирается равнение 5. Довольно сложная формула и совершенно не похожа на то, что... Это уже проинтегрировано со всем планом числом, вероятность того, что родится только одна пара. Вот это вот такая вот сложная формула. И теперь давайте посмотрим, а что произойдёт, если у вас, как говорится, вот ЕС немного меньше единицы. ЕС это, ну, по-моему, уже где-то фигурировано, как в Левце ЕС это, значит, вот швингеровское, как говорят, поле. Сейчас я по этому поводу не скажу, раз, значит, историческую поведливость хочу, значит, здесь как бы восстановить. ЕС это очень большое поле. Вот если такое поле маленькое, если это поле маленькое, что происходит? Ну, во-первых, вот это вот, да, не только поле маленькое, но вообще вся вот эта экспонента маленькая. Если она маленькая, то экспонент изменяется на единицу. А вот эту, вот этот логарифм можно разложить. Если я это сделаю, то я получу вот эту самую ампель, для операции, которой выписали гадинтерфейлер. Для вероятности ампель, который получается лишь лингер, если выкинуть вот все вот эти остальные слагаемые в формуле для Дилла Гаррифмейдера. И, так сказать, ну вот это смысл этой формулы, он, это действительно является рождение одной пары, но при условии, что и поле маленькое, и вот эта вся экспонента маленькая, что далеко не всегда бывает, вот я буду рассказывать уже о рождении, значит, завтра проявим о рождении пар лазерными импульсами, какие там перспективы, какие там перспективы наблюдения, я просто буду говорить, ну, на самом деле, это экспонент совсем не маленький. Не маленькая, потому что область, фокальная область, в которой происходит эффект рождения пар, она, конечно, большая, в общем, по сравнению с комбатом, с Китвенбургом. Реально, как говорится, это, вот если это, вы это измените на комдомский четырехобъем, ну да, тогда это, как говорится, действительно всегда маленькая величина, если поле звал. А это может быть очень большой, а фактор доходит, то там чуть не до 10-30, поэтому отношение объема лазерного импульса по камеру, где эффективно рождается пара, вот комдомский четырехобъемов, вот он может там 10-25, 10-27, потому что это микронный размер, а там 10-11 сантиметров. Поэтому вот эта величина может быть, на самом деле, очень большой. И реально всегда в любом эксперименте, который поставит сюда, эта фоксия будет очень большая. Так что, обращаю вас внимание, что вероятность рождения одной пары, она вообще даже с этой экспонентой, где ВТ стоит, она никак не связана. То есть, когда вы эту экспоненту полагаете единицы, вот тогда работает вот этот, вот этот множитель. А совсем не этот. А совсем не этот. Ну, как-то очень хитро получается. Видите, мы это сделали, исходили из той формулы, взяли вероятность произвольного рождения числа пар, пришли к случаю, опять-таки воспользовались, конечно, тем, что вот эта вещь, она маленькая, и потом вытянули эти логарифмы все слагаемые от крон первого и опять пришли к этой форме. Тем не менее. Но, если бы ИС строили, то вот так происходит. Ну, вот я могу сказать. А, как говорится, именно основная изглавная телоэнция и всей его... Ну, как говорится, на самом деле нет, и логарифм что значит определяет? Он не все определяет. Это интегральный характерист, он определяет интегральный характерист. То есть, он вам спектр никогда не определит. Потому что, когда вы посчитали логарифмшан, то он зависит исключительно от вариантов поля, ни от чего больше. Там нету импульсов. Пары рождаются, они могут рождаться сразу импульсами, распределениями. И из той формулы никогда в жизни вы не, в принципе, ну, проинтегрировали бы ее. Там полная вероятность. Я специально показал, что там, как говорится, если вы получаете вероятность, в любом случае, это сумма P1 плюс P2 плюс P3, и вот это сумма. Поэтому, и каждая поэвида полная вероятность. Еще, то есть, это интегральная величина. А дифференциальные величины надо считать как обычным способом, как в антургенамике это полагается делать. Тогда, я просто говорил, что если это сделать, то вот, во-первых, проясняется смысл всей этой величины, но все, на самом деле, оказывается согласованным. Я хотел подчеркнуть, что я привел только пример фермионов, а для бозонов все получается опять-таки как надо, то есть, воспроизводятся швенгерские формулы для бозонов, все замечательно, все, никаких проблем нет. Ну, я единственное, что здесь хотел сказать, это уже правда. Значит, на самом деле, если вы берете электромагнитное поле, вы хотите смотреть, как, что происходит с вакуумом в электромагнитном поле, потом поправка к ферминаржану, она определяется двумя вариантами, полевыми, как мы хорошо понимаем. И, как говорится, вот Швенгер что сделал? Он показал, что, так говорится, пара рождается только в том случае, если этот вариант больше нуля. То есть, поле всегда можно найти такую систему, в которой есть электрическое поле, нет магнитного. И это вне зависимости от того, каков их вариант Швенгер. А вот чисто магнитное поле, ну, допустим, вот этот вариант равен нулю, а вот этот отрицательный. Такое поле пара не рождает. Ну, понятно, почему? Потому что вы можете перейти в систему, где есть только магнитное поле, а магнитное поле пара родить не может, она просто силу ворации работают, производит, рождение пара, что такое, у вас электрическое поле разрывает петлю, да, его надо растащить. Это электронное на расстоянии больше компонентного минералония, правильно? Вот, поэтому магнитное поле не рождает поле, не рождает поле. Ну, удобнее поражать всего вот через такие варианты, вот через такие варианты. Эти варианты, как говорится, имеют смысл, просто формула проще получаются, но на эти варианты имеют смысл такой, если вы перейдете в систему отсчетов и поле Е и Аж поля у вас параллельны, то это, как говорится, вот этот вариант Эпселен в той системе отсчета равен модуле электрического поля, а Аж под модуле магнитного поля. И тогда пара рождается, если просто это электрическое поле больше, чем магнитное. И вот получается замечательная формула, которая справедлив эту шлиферную в том, где вообще не выписывал среднее число частиц, у него просто эта формула отсутствует, она в этом смысле нельзя на большей энергетской. Ну вот получается вот такая формула для происходивания магнитного поля, то есть появился катангенс приема на Эпселен, значит, ну вот если Эпселен стремит нулю, то как раз все это превратится в Эпселен квадрат, Эпселен, это вот этот вариант Эпселен, большой, а предразмеренный к критическим полю, воспроизведется та формула, который я уже писал. Ну еще одно замечание, которое может нам понадобиться для Эпселен завтра, это следующее, что на самом деле вот эту формула можно применять для произвольного поля. почему? Потому что вы помните, я давно написал величину длину и время формирования процесса. Длина и время формирования процесса в случае, когда пара рождается, она характерным масштабом является тормская длина. Поэтому, если у вас поле недельно меняющее, если медленное в том смысле, что расстояние порядка тормской длины у вас поле остается постоянным, это человеки это из детского написали в них парковик и длина и когда вы лежали рассматривали, то поле можно рассматривать как постоянное и применять вот эти самые формулы. Поэтому, на самом деле, для полного числа частиц в произвольном поле как негодно замещаем от времени и координат, но только медленно меняющимся на компьютерских масштабах число паров вы можете считать ой, прошу прощения, число паров вы можете считать вот по этой формуле, если у вас известно распределение поля по каждой области, точнее вот этих вариантах, но когда поле есть, вы всегда эти варианты можете сосчитать и тогда, если у вас есть распределение поля, ну пожалуйста, это аналитическая формула, но аналитически ты не посчитаешь там, для Гаусса, например, но численным легко считается число частиц рождает пары. Ну и последнее замечание по поводу вообще того, что Инверска это поле или нет, я вам сказал, что это поле офигурировала в работе Тайзенберг-Грейлера в 1936 году до за 15 лет до того, как Шлингер написал свою работу, кстати, очень красивую работу, замечательные результаты и рождение пар там это далеко не единственный результат, он там воспроизвел аномалиймагнитный момент электронный, он разработал некий метод, значит, операторный метод вычисления, значит, не причин связанных с поляризацией вакуума, получил, значит, формулы для функции Гринна, точной функции Гринна в постоянном произвольном электромагнитном поле в поле плоской волны, значит, замечательная работа, основанная, между прочим, на методе, который разработал ФОК. Он ему, естественно, сослался на фокусскую работу и, так сказать, выяснилось, вот я еще в пиратские годы проделал все то же самое, как вот по Шлингеру, а потом сделал по ФОКу без операторного метода, а вот буквально по ФОКу. И тогда выяснилось, что ФОК даже функцию Гринна воспроизвел, только тогда не было причин не функции Гринна, а отнимал другую функцию Гринна, которая отличается от причин и контр. интегрированных. А так, это функция Гринна. Причем, это функция называется, он ее называл по-моему, я забыл, честно говоря, боюсь ошибиться, но, кажется, функция РИСа он тогда ее называл. Функция РИСа. Это функция Гринна, но непричинная функция Гринна. Уже не только открытие? А? Не только открытие? Нет? Нет. Вот. Но дело в том, что это поле появилось еще раньше, в 31-м году, ФРИС ЗАОК рассматривал, как это так называемый, парадокс Гринна. Знаете, что такое парадокс Гринна? Парадокс Гринна, это задача рассеяния электрона на прямоугольном барьере. И если реактивистскую задачу делать, вот изложение и подробная историческая справка можно найти в книжке Зоброфереда в книжке, то, второе. И там получается следующее. Считайте их в центрах рождения. И вот когда высота барьера стала больше 2m, то, казалось бы, электрон не может проникнуть, а он вдруг становится больше единицы. И вот это был назван парадокс Гринна. Пульсал так был первый, который разрешил, что он сделал, он, как говорится, сгладил этот барьер и получил ту самую знаменитую швингеровскую испоненту. И поле там характерное вот этого фигурировало ЕС. Поэтому я всегда говорю, что лично я, когда пишу ЕС, я имею в виду, что это заводит все поле. Ну, что мы сейчас не знаем. Вот. Ну, вот так вот. Теперь я, еще последний вопрос простит. Спасибо. Я такой вопрос. Вы считали, что когда вероятность в рождении пар, какая-то, как будто бы они независимо расстраиваются в одном месте и в другом. Ко всему этому же есть поправки, которые могут быть больше. Нет, сейчас. Вот флорум, значит, только обменом взаимодействия принималось в внимание, потому что статистика здесь и права. А вот флорумское взаимодействие не учитывалось для того, что флорумское взаимодействие учесть. Даже если вы рассматриваете функцию Лагранжа, то, значит, есть две диаграммы. Просто две петли связаны виртуальным фотоном либо одна петля, в которой, как говорится, внутренняя фотонная линия имеется. Значит, эта поправка, она существенно меньше, потому что она содержит лишний альф. Кстати, эта поправка считалась. Есть работа Ритнесов, который расследовал эти поправки. Все они как-то записаны, выписаны. Да, естественно, кулоновским взаимодействием здесь вот здесь кулоновское взаимодействие не учебилось. Кулоновское. А обмен конечно учебно. Вопрос такой. Он достаточно фундаментальный. Вот. Значит, вот на сегодняшний день вот это критическое поле, которое вы называете ЕС, Завтра, Шпиндера, критическое поле, Вопрос. Были у нас какие-нибудь эксперименты, где поле было достигнуть этой критической системы? Отвечаем. Это вопрос подбога. Как бы не вижу. Но сначала как-то следующее. Вот хорошо, хорошо. Дело в том, что подбог дальше будет, Дело в том, что в каком смысле эксперименты делались на слэхе, проводились эксперименты это 96-97 год по нелинейному контону и по рождению вар-патона. Я в следующей лекции буду немножко говорить об этих экспериментах. Значит, там ситуация какая? Там ограниченность нелинейного контона. Там были встретены пучки лазов где-то 10-18 и почти 50-гребный электрод. В собственной системе этого электрода боли было близко к критическим. Я бы не стал его называть критическим. Вот сейчас я как раз приписка у меня была с человеком с Кирком Мордовичем, который был главой этой группы этого эксперимента. И он начал как раз мне говорить «Ну не нравится мне это слово критическое». Слово Шенгер он тоже не употребляет. Он говорит «Не нравится мне слово критическое, потому что на самом деле критическим следовало бы назвать такое поле, при котором уже можно наблюдать рождение пары. А это меньше, чем здесь». И вот даже этот экспонент «Давайте пи мечтем». Я написал, что, на мой взгляд, пи не надо писать в этом поле, потому что из общих соображений это пи никогда в жизни ниоткуда не возьмешь. Но правильно надо называть это поле не критическим, а характерным. И это не я придумал, это, как говорится, первый калицеритус. Давно уже всем говорят, что, ребята, надо этот поле называть характерным, потому что при этом поле вроде никаких критических явлений не происходит. В этом смысле «Критическое плохое». Так вот, поле действительно в лабораторной системе, то есть не в лабораторной, а в собственной системе было порядка вот этого характерного поле дублей к нему. 0,2. Ну да, 0,2. Это много. И нерененные эффекты вкладывали в таллина не наблюдались. И в этом смысле все нерененные вкладывали в таллина, она реально может быть проверена. Ну, не вся, конечно, но эффекты, связанные с поляризацией вакуумных. Они и таким образом не проверили, потому что тут нужно иметь такое поле в лабораторной системе отсюда. Мне говорят, вообще вопрос, можно ли такого поля достичь? Вот, как говорится, я попытаюсь объяснить, что нет, нельзя. А первое, я сказал, «Гор». Все об этом забыли, но на самом деле гордо украшен. «Гордо украшен, это поле «Гордо украшен, это поле больше, чем критически, но все время пары». «Громадорога» «Конечно!» «Нет, конечно!» «Время пары» «Нет, нет, 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 все правильно. Я говорю о том же классического поле порядка литического рождающего пара разобрать нельзя и в починении нельзя, потому что процесс рождения пары это поле разрушит. То есть, вы на какой-то... Ну, кладово это вообще не удастся сделать, потому что если вы фокусируете, ведь не для того, чтобы поле получить очень сильное, а для того, что иметь жестко сфокусированный импульс. А, как говорится, жестко сфокусированный вот у вас там нарисовали, там, он идет... «Я там, что ты не рядаешь?» «Я там, что ты не рядаешь?» «Я там, что ты не рядаешь?» «Так нет. «Я там, что ты не рядаешь?» Ну, правильно, но на очень короткое время. Вы же кладели... Это же... На очень короткое солдатах рождались пары и все. А, кажется, значит, классическое поле вот, ну, показатель, он, говорит, делать не может. И в лазере тоже не может быть, потому что, значит, лазерное поле, то есть, рождение пары разрушит это поле. И там тоже поле разрушается, в каком-то смысле. Они же столкнулись, и что, и тут же пары же это родились. Ну там просто поле сильное неоднородное, нехантантское, не волны, а ты рассматриваешь поле, которое нехантантское, не волны. Да, да. Считай, наружу, да. Ну там раздельно, что ему негативный уход, правильно? Нет, правильно. Семерский диаграмм, вроде. Нет, все правильно. Все правильно. Но, по этому, по фингеру его считать нельзя. Рождение пары нельзя считать, потому что более неоднородное на контрольном скеплее нет, так как в плане Степанович Прагасов. Вот вопрос-то. Вот я расскажу, что этот слабкостный эксперимент. То есть его сделали у нас в 1696 году. Это был одноразовый эксперимент. То есть все протрубили, мы ввели частицы из света, да, увеличенство из света. Вопрос-то. Вот создадимые дела. Давайте начнем, может быть, создавать электрон-президронные пальцы. Ну, одно, опять, замечательно там, потрубили на весь свет, чтобы мы из вас создали мотивы. Но вопрос, это что будет? Игра в бисер, или мы все-таки сможем экспериментом что-то новое узнать о пределах квантуэлектродинамика? То есть вот до сих пор все пора, как вы говорили, 0,2, там, вот этого характерного поля, как я говорю, то что или С и С, то это все равно была теория возмущения, можно сказать. А вот если оно вдруг, мы сможем сделать нам парень больше, если это очень пересадить такое. Сможем? Это как-то переразмущение вечер. Для нас вновь же получается. Я понимаю, да. Отвечаю на первую часть вопроса, она на самом деле самая важная, мы знаем что-то новое, и как можно использовать этот эффект? Да никак. Значит, вы просто увидите, что такой эффект есть, подтвердите его, это действительно, ну как бы, как сейчас его называют, командируем, все просто, это экзотик физикс. Вот вы увидели этот эффект, все, больше ничего, более того, но может являться, что, ну вот, на самом деле, вопрос о, как говорится, о применимости вообще приближения классического внешнего поля. Мы пользуемся понятником классического внешнего поля, а когда вам нужно отдачу этого эффекта учитывать, то извините, вы не можете считать поле заданным. Не можете считать поле заданным. Значит, надо писать какие-то уравнения, которые учитывают обратное влияние процесса раздания пар, как говорится, на, значит, все, что там происходит. Потому что, вот я вам много завтра рассказываю и скажу, что, ну, у вас, вот, как говорится, создали другую, как говорится, и у вас родилось огромное количество пар, энергия этих пар, энергия этих пар. Даже энергия покоя этих пар, она будет больше при некоторой напряженности, чем вообще энергия, запасенная в лазерном имплексе. Ну, ясно, что, так сказать, эта оценка, она, как говорится, ну, вот, очень грубая и, в общем-то, неправильная, потому что процесс начнется раньше, и динамика этого процесса мы не умеем воспроизвести. Поэтому, когда вы приближаетесь к такому пулю характерному, то тогда вам надо научиться считать все эффекты, в том числе и ваши. То, что мы взаимодействуем с плазмой, тоже нужно научиться с учетом тех процессов, которые там происходят. А эти процессы, там каскады, как говорится, там поле теряет свою энергию. Задача усложняется очень. Теперь, что касается теории, и в этом смысле это есть новое, это есть указание на то, что, ребята, надо, как говорится, чего-то делать. И, кстати, в этом направлении, как говорится, работа «Идиот», и вот мы этим занимаемся. И, кстати, ваш автор Грестуков, Игорь, так сказать, он тоже в этом, значит, учат, где сейчас стали вместе, значит, стали сотрудничать в этом плане. Вот, и, значит, это первая часть вопроса, это новая, в этом смысле. Вторая часть вопроса, я не понял, насчет теории возмущения. Дело в том, что теория возмущения действительно, как говорится, используется, но она теория возмущения по полю влучения. А взаимодействие с внешним полем, вот то, что делалось там, это точная теория, это точная теория. То есть потом, потому что базис, в котором вы строите, значит, осматриваются, значит, это решение уравнения, точное решение уравнения по внешнему полю. И в этом смысле это, значит, то есть там теорию мужчин. Другое дело, что, на самом деле, взаимодействие частицы с полем, оно характеризуется неким динамическим параметром. Это динамический параметр, где есть действительно отношение, значит, напряженности поля к характерному, но той напряженности поля в собственной системе отсчета. В лабораторных системе, ну, при лобовом столкновении, это и есть лабораторное поле характерного, но еще на гамма-факторе. Значит, даже два гамма-фактора. Поэтому, когда... это квантовый параметр. Вот это вот АНОЙ, которое все пишут, кстати, на мой взгляд, это очень плохое обозначение, потому что буквой АНОЙ обычно любой компонент потенциал обозначает. Поэтому буквой обозначение АНОЙ придумал ИОЛИ, который, не знаю, работает все время в классе. Им все равно, так сказать, этот нолик. А в теории больше все-таки, так сказать, четырех метров. Поэтому, да, это не очень хорошо. Значит, так вот, вот этот параметр, на самом деле, он квантовый параметр. Значит, и если он большой, то при определенных значениях этого большого квантового, у вас действительно перестает работать теория возмущений по поле излучения. То есть, картинок фаре нет. Во внешнем поле используется картинок фаре или представление фаре. Это, как говорится, гамильданиан делится на две части. Это гамильданиан классическое внешнее поле плюс гамильданиан взаимодействие. Вот так. Так вот, это представление перестает работать, потому что параметр маленький. Оказывается, у меня давно были работы, еще в 80-х годах, что истинным параметром разложения вот в таких задачах является альфа на вот этот параметр Хи две трети. И вот если альф Хи две трети в порядке единицы, а Хи вы можете сделать, даже умея, там 10-22, но те же, значит, там... Это Хи было в ссылательских экспериментах где-то действительно 0,2. А если вы на четыре порядка повысили, как говорится, поле, то есть на два порядка повысили напряженность поля, так Хи уже 20. Ну вот. Это еще, конечно, ничего. Можно терроризмущение использовать. И когда 10-24, то это уже 200. И там уже нельзя. И там уже нельзя. И там мы вообще не знаем, как еще считать. Просто. И в этом смысле, да, много вопросов. Угу. Ну. Вон. Есть. Академия